Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание Черепашья Буря. В этом испытании 3 эпизода ограничено количество героев. Играют негативные персонажи против сборной Черепашек. И для первого боя давайте-ка я возьму Шреддера Мультяшного и его команду. Итак, команду мы возьмем ему Риса Брэдперда, Севера Монтеса. Кроме того, возьму еще Стиранка и Зека. Что ж, здорово. Итак, команда людей против Черепашек. В смысле, команда негативных персонажей Шреддера против сборной Черепашек. Что ж, начнем битву. И первым делом я попробую выбить Микеланджело, пока он не прокачал уклонение. Метает свой шлем Бумеранг Зэк. Как видите, Микки выживает. Что ж, подключаем Шреддера. И Шреддер в прыжке наносит мощнейший удар. И Микки выбит. Отлично. Теперь попробуем справиться с Лео. Но вначале я прокачаю дополнительную защиту от Криса Брэдфорда. Вот, здорово. Отлично. Кроме того, вот к Север Монтес танцуя, вот боевой танец КПР, снимает дополнительную защиту. Вот, и я подключаю стиранка. Выстрел из пулемета, вот, наносит колоссальное разрушение и сметает оставшихся черепашек. Что ж, это было круто. Переходим ко второй волне, в которой нас встречают черепашки из фильма. И на сей раз я попробую, вот, выбить Микеланджело из фильма. Он является довольно-таки прикольным лекарем. И да, Зэк выстрелом из пальца выбивает этого врага. А дальше я подключаю нить Шреддера мультяшного. Идут в атаку и сметает и очередного героя. Лео выбит, Донни с Рафом выживает. Опять же, надеюсь, что ненадолго. И да, давайте-ка я усилю наш отряд. Для этого Крис Брэдфорд разбивает доску, тем самым усиливая атакующие способности нашего отряда. Что ж, неплохо. К Север атакует и ударами ног выбивает противника. И мне осталось только добить Донни из фильма. Для этого стиранка стреляет из гранатомета. Выстрел, взрыв и победа. Отлично, переходим к следующей волне. И нас встречает на сей раз команда ролевиков. И для них есть сюрприз. Зэк метает световую бомбу. Наносит колоссальный урон. Он вот одним ударом выбивает Лео. И кого, кстати, выбил. И вот Микки и Лео. Остается только Донни и Раф. Ну что ж, тогда давайте-ка еще усилим наш отряд. И попробуем добить и от этих черепашек. Вот это у нас Крис Брэдфорд. Ударом ноги выбивает Рафа. А Ксевер Монтез пытается справиться с Донни. Удары ножей приносят нам победу и в этой волне. Четвертая волна. Классические черепашки. И посмотрим, удастся ли Шредеру справиться с Рафом. Проходят удары неплохо. Кроме того, ударом ноги Зэк все-таки добивает. Что ж, замечательно. Итак, остается только у нас Донни, Микки и Лео. Вот причем по Мике, возле Мики красный треугольник. Урон понижен, поэтому давайте-ка я атакую Лео. Стиранка метает гранату, взрыв. Лео выживает. Что ж, надеюсь, ненадолго. Да, ударом руки Крис Брэдфорд все-таки добивает Лео. Остается Донни с Микки. Вот Ксевер Монтез пытается атаковать Микки. Пока как-то неудачно, но Шредер его добивает. Супер. Ну что ж, друзья, победа. Остался только один Донни. Он пока выживает, но ненадолго. Ага. Пытался контратаковать Шредера, но у него нет шанса. Вот ударом Кассета Стиранка добивает и это врага, что и приносит нам победу. Что ж, здорово. Отличнейший бой, отличнейшая победа. И мы идем с вами дальше. Да, и наша награда это 60 долларов, 3 серебряных осколков и ДНК Микеланджело из мультика. Чудесно. Ну что ж, первый эпизод прошел довольно-таки неплохо. Давайте-ка возьмем второй эпизод. Ну и раз мы начали вот с команды Шредера из мультика, следующую команду я возьму Шредера классического. Вот, я думаю, кого только взять, но сразу уже, конечно же, выплывает, что нужен кран классический. Вот Биба Прокстаде классический и на помощь им я еще возьму кроликов. Мне кажется, это тоже будет здорово. Что ж, вторая волна, вернее, второй эпизод и первая волна. Отлично. Итак, классические черепашки и как прикольно получилось. Классика против классики. У нас классические негодяи, а у врагов классические черепашки. И первым делом мне надо выбивать вот нашего Рафа. Итак, усиливаем наш отряд благодаря медитации Шредера классического. И вот теперь попытаемся найти повреждения. Ага, трансформирую кролика в огромное колесо. И они наносят сокрушительный удар. И что же, и да, выбивают Рафа. Отлично. Кроме того, кран классический наносит удар ядерной бомбой. Пытает смести оставшихся черепашек. Взрыв. И Микки выбит. Лео с Донни выживают. Опять же, надеюсь, ненадолго. Бибаб классический. Вот, наносит мощнейший удар гранатометом. Выбивая Лео. А Рокстаде пытается забодать. Последнюю черепашку. Итак, как же Донни? И Донни выживает после этой атаки. Вторая волна иносирас. Это уже ролевики. Вот. Итак, ну что я скажу, друзья. Давайте-ка используем мощнейшую атаку. Шредера классического. Он объединяет свой меч Алибарда в одно. Метает, наносит колоссальный урон и выбивает без проблем Донни. Вот, супер. Ну, а кролики тем временем трансформируются в огромного робота и наносят сокрушительный удар, который сметает все на своем пути. Взрыв, удар. Ничего себе. Лео выживает. Но я думаю, ненадолго. Итак, давайте-ка я усилю наш отряд. Чтобы наши герои еще более мощные наносили удары. Вот для этого кран классический вытаскивает себя из своего же комбинезона. Вот скафандра костюмой. Ну и как-то вот прокачивает этот эффект. Что ж, супер. Итак, выстрел Биба по классическому добивает Лео Ролевика. И мы переходим к оригинальным черепашкам. Третья волна. Интересно, что мы сумеем здесь сделать. Ага, друзья. Мы можем выбивать Лекаря. Кстати, а здесь нету Лекаря. Что ж, тогда будем выбивать пока. Давайте-ка я попробую выбить Лео. Рокстаги классический пока стреляет из своего ружья. Ага, неплохо. А вот нанес повреждение. Но, как видите, Лео выжил. И да, вот пришло время Шреддера классического. Он призывает помощь из иного измерения. Который просто шутя сметает большинство врагов. Выживает Раф. Опять же, ненадолго. Кролики трансформируются в плазменную пушку. С сокрушительным лучом они сметают оставшегося врага. И мы переходим к следующей волне. Четвертая волна, в которой нас встречают черепашки видения. Круто. И у них сразу же есть сюрприз. Крен классический призывает технодром. Вот, вон выезжает. Стреляет плазменной пушкой. И сметает без проблем всех оставшихся черепашек видения. И да, друзья. Вот я что-то отключил звук. Давайте-ка еще добавлю, чтобы хотя бы было слышно взрывы и шум сражения. Как-то так. Супер. Ну что ж, неплохо. Переходим к третьему эпизоду. Ну и для третьего эпизода, конечно же, я возьму команду Супер Шреддера. Вот Супер Шреддер. Вот его ближайший напарник Тигрин и Коготь. Я думаю, кого бы еще в помощь ему взять. Ну, конечно же, давайте-ка в помощь я возьму. Вот, либо Саблезуба Астрозуба. Вот, либо Рокзара. В принципе, было бы здорово взять и Бакстера Стокмана. Как по мне, вот тоже неплохой герой. Вот, давайте-ка, друзья, сделаем так. Астрозуб, Саблезуб. Вот я посмотрю, кого бы взять. В принципе, и Бакстер Муха был ближайший помощник по мультику, кто смотрел. Вот, давайте-ка Саблезуба я оставлю, а вместо Саблезуба возьму Рокзара. Вот. Вот так мы с вами и пойдем в битву. По-моему, это идеальная команда Супер Шреддера. Что ж, вперед в битву. Итак, целых шесть волн. Вот, я не знаю, удастся ли здорово сражаться нам с этими врагами. Конечно же, здорово, что у нас есть два хиллера. Возможно, друзья, была ошибка. Нужно было взять Бакстера Стокмана. У него две массовых атаки. Но я думаю, мы так тоже должны справиться. Так, первым делом пытаемся выбить вражеского лекаря, Донни Ролевика. Да, проходит удар тигриного когтя, налажен негативный эффект, постепенное уменьшение здоровья. Саблезуб сразу же пытается его догрызть. Не получилось, но зато удалось оглушить. Отлично. Итак, Бакстер муха метает кислоту и все-таки добивает Донни. Супер. Рокзар ударом когтей пытается справиться с Микки. Не получилось. Ну, а Супер Шреддер тем временем активирует свое сердце. И благодаря его особой обилке у нас появляется постепенное исцеление на три хода плюс дополнительная защита. Вовремя. Смотрите, что делает Микки. Он стреляет из Вантуза. Удар не проходит. Хотя немножко наш отряд, мне кажется, все-таки поцарапали. Вот Лео вызывает огонь на себя. А Раф атакует при помощи особого удара двадцатки. Кстати, нашего Шреддера вот немножко нанесли повреждения. Что ж, не буду рисковать. Давайте-ка сразу же попробуем нанести массовый урон. Есть. Микки Ролевик выбит. Да и Рафу с Лео досталось. Итак, пробуем выбивать врага понемножку. Ударом не ног. Саблезуб снимает часть жизни. А Рокзар метая когти все-таки добивает Лео. Отлично. Бакстер муха тем временем плюет. Пытаясь выбить Рафа, не получилось. Ага, Раф превращает в индюшку. Превращается в индюшку. Но я не думаю, что это ему поможет. Итак, выстрелом из морозного бластера. Тигрин и коготь все-таки добивают противника. Что ж, неплохо. Переходим к следующей волне. И да, друзья, сейчас я попробую атаковать Лео. Удар хвоста саблезуба снимает большую часть здоровья Лео. А супер шреддер наносит сильнейший удар. Итак, ванза и костяные кунаи в землю, шипами из-под земли он сметает большую часть здоровья. И мне срочно надо выбивать Микки. Вот не знаю, удастся его победить. Попробуем. Эх, не сработал. Не сработал удар Бакстера-Мухи. Но Рокзар все-таки добивает вражеского Микки. Отлично. Вот тем временем пытается справиться с Донни. Проходят удары. И ударом хвоста саблезуб все-таки добивает противника. Отлично. Итак, пытаемся справиться с Рафом. Проходят удары саблезуба. И Рокзар наносит неплохой урон. Но, как видите, Раф выживает. Тем не менее, точку ставит Супер Шедер. Метая костяные кунаи, он добивает мультяшных черепашек. И мы переходим к следующей волне. Итак, третья волна. Классические черепашки. Вот. Первым делом будем пытаться справиться с Рафом. Проходит удар саблезуба. Тигрин и коготь пытаются зацарапать Рафа. И Бакстер-Муха его добивает. Что ж, здорово, друзья. Очень непростой бой. Вот слабовато, конечно же, команда. Без массовых атак, мне кажется, здесь очень тяжело. Тем не менее, ага, вот еще и активизировались здесь враги. Классический Микки забрасывает наш Сюрикенами. И нам нужно срочно подлечиться. Ну, давайте-ка я допинаю классического Дони. И сейчас, если будет возможность... Да, вот есть возможность. Бакстер-Муха бросает пузырек с лечебным зельем. Исцеляет наш отряд. И мы продолжаем бой. Рокзар атакует Микки. Снимает большую часть здоровья. А Тигрин и коготь добивают его удары мечеты. Супер. Продолжаем битву. Итак, Супер Шреддер своими костяными Кунаи. Снимает еще часть здоровья. А Тигрин и коготь пытался добить. Не получилось. А вот Бакстера-Мухи все здорово получилось. Супер. Четвертая волна. Оригинальные черепашки. Что я здесь могу сделать? Ну, вот у Палео оригинальным урон повышен. Что ж, пусть Рокзар метает свои когни и пытается выбить этого врага. Пока как-то неудачно. Ну что ж, попробуем справиться дальше с Микки. Опять же, урон повышен. Вот, кроме того, я активирую Супер Сердце Супер Шреддера. Вот, и благодаря Мимутагену у нас проявляется два эффекта. Дополнительная защита плюс исцеление на три хода. И да, вот, пришло время Тигриного Когтя. Массовая атака Бластером. Вот, урон нанесен неплохо, но, как видите, враг выживает. Ну что ж, ничего страшного. Плевков кислоты. Бакстер-Муха выбивает очередную черепашку. Рокзар тем временем привлекает внимание к себе. Ну а Срэш Супер Шреддер наносит удары своими костяными кунами. Есть. Левый оригинальный выбит. Пытаемся справиться с оставшимися двумя черепашками. Что ж, они неплохо держат удары. Ага, Доня оригинальный еще подключает очищение. А Раф оригинальный идет в атаку. Итак, как видите, враг активизировался, но я не думаю, что это им поможет. Ничего себе. Вот сняли часть жизни Рокзара. Тигрины Коготье мстит за друга. И Бакстер-Муха пытается справиться с Доней неудачно. Тем не менее, Рокзаром своих когтей Рокзар побеждает противника. И мы переходим к пятой волне. Итак, черепашки видения. Очень-очень здесь непросто. Что ж, урон по Доне повышен. Поэтому давайте-ка я попробую первым делом его запинать. И да, здорово, друзья. Пришло время Супер Шреддера. Откатилась способность. И Супер Шреддер наносит удар шипами с подземелью. Ничего себе. Сразу же сметает двоих черепашек. Дальше Тигрины Коготь. Вот запинал Лео. И Бакстер-Муха добивает Рафа. Честно говоря, очень здорово справились с пятой волной. Я даже не ожидал. Вот и мы перешли к финальной шестой волне. Где наш ожидает космо-черепашки. Вот здесь, кстати, тоже нету лекаря. Но есть герои, которые очень больно кусаются. Вот давайте-ка я начну с Микки. Вот, отлично. Удалось снять часть здоровья. Дальше буду пытаться справиться с Лео. Вот, нужно пытаться выбить Лео, Микки и Дони. Вот, кстати, давайте-ка я начну костяные кунаи. Супер Шредера. И что же? И мимо, 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 мимо. Вот, лечить пока не буду. Вот, пусть Бакстер-Муха пытается справиться с Лео. Вот, оставим лечение на крайний случай. Итак, ударами когтей все-таки удалось выбить космического Лео. Супер. Вот, дальше давайте-ка я буду пытаться справиться с Дони. Проходит удар саблезуба. Но, как видите, враг выживает. Что ж, продолжаем битву. Ударами мечеты Тигрин и Коготь все-таки добивают Микеланджело Космического. Раф пытается отомстить. А Дони тем временем сбрасывает на наши головы огромный метеор при помощи своего посоха. Взрыв-удар досталось довольно-таки здорово нашему отряду. Тем не менее, месть наша будет жестока. И Супер Шредер ударами когтей снимает еще больше жизни Дони. Баскстер-Муха тем временем исцеляет, подлечивает наш отряд. А Рокзар Метну Кости все-таки, вот, ну не добил, но снял большую часть здоровья. И Тигрин и Коготь все-таки приносят нам победу. Остался только Раф. Вот, ну и сейчас, надеюсь, общими усилиями мы все-таки его запинаем. Вот, Баскстеру-Мухе удалось оглушить. Рокзар привлек внимание к себе. Супер Шредер, активировав сердце, исцелил и усилил наш отряд. И сейчас мы уже сделаем финальные удары. Итак, есть. Тигрин и Коготь оглушил, снял защиту. А Баскстер-Муха забросал кислотой. Вот Рафа Космического, что и принесло нам победу. Идеальная победа на три хода. Ну что ж, просто здорово. Итак, хороший бой, хорошая победа. И наша награда это ДНК Ленарда Ведения. Плюс 20 долларов, 100 монет и 5 серебряных осколков. Что ж, супер, друзья. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Испытание Черепашья Буря пройдено. Вот, вы подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok